Ну и какой же новорочный стил без червоной икры? А найдешевшая в магазине сегодня коштует 70 гривен. Трапляются баночки и за 250. Но как приготовить деликатес самому за копейки, научить Маша Себова. Никогда не знаешь наверняка, какую икру тебе впарили в магазине за большие деньги. Кушать ее и насыпать, ну просто нереально. Как накормить гостей вкусной икрой, потратив на нее меньше 5 гривен? Такую икру можно есть каждый день, не отказывать себе ни в чем. И отличат ли киевляне самодельную икру от магазинной? Как в баночке, честное слово. Обалдеть! Прямо сейчас я научу, как за каких-то полчаса приготовить икру самому. Самый бюджетный вариант обойдется в 15 гривен за баночку. Рецептом вегетарианской икры со мной поделился профессиональный повар. Сейчас мы попробуем приготовить настоящую красную икру. При этом у нас вообще в ней не будет рыбы. В общем, расскажите супер рецепт нам, с чего мы начнем. Нам нужно за это морковки и цвекли, чтобы где-то сока было 250 грамм. Бросаем овощи в соковыжималку. Каких-то пару секунд и готово. Берем совсем чуточку свекольного сока для цвета. Для морского аромата пойдет лист нори. Обычно их берут для суши. Продаются такие листы в любом супермаркете. Мы используем чуть-чуть воды, в которой их замачивали. А вот для того, чтобы с этой жидкости получились икорно-подобные шарики, мой повар использует алгин. Это такой порошочек для желирования. Продается он в интернете или же в магазинах молекулярной кухни. На 250 грамм жидкости надо 2 грамма алгина. Никакой вредной химии тут нет. Это натуральный продукт из водорослей. Теперь все тщательно смешиваем и поехали. Сейчас, я так понимаю, самый главный момент. Мы будем из вот этой нашей жидкости делать шарики икры. Правильно. Да. Что мы для этого шприцем? Шприц обычно есть такая маленькая пластмассовая штучка, которая специально из-за этого делана. Через трубу выходит жидкость и капает. Секрет в том, что будущую икорку нужно капать в охлажденное в холодильнике постное масло. Потом просто промыть холодной водой. И можно пробовать. Такую икру можно есть каждый день. Не отказывать себе ни в чем. На вкус, конечно, не идентично с натуральной лососевой, но морской привкус присутствует. А главное, 100 грамм такой икры обошлось мне в каких-то 15 гривен. Ничем не хуже икорка, кстати, получится из петрушки. Красивые шарики, как красная икра, только зеленая. Только зеленая. Это просто из петрушки? Да, просто из петрушки. Таких бутербродов я еще не ела. Кстати, петрушка мне даже больше нравится. У меня сразу ощущение свежести. На профессиональной кухне со всякими крутыми девайсами все получилось. А смогу ли я сделать икру сама на кухне? Беру первый попавшийся рецепт с интернета. Ингредиенты в нем те же. Но вместо мудреных порошочков обыкновенный желатин. Для начала нужно растворить желатин. Нам понадобится столовая ложка. И в желатин надо влить кипяток. Пока желатин 10 минут настаивается, мы натираем морковку и бурячок. Нам нужна мелкая терка обязательно. Потому что потом нам надо будет выжать всю жидкость из нашей морковки. Соковыжималки у меня нет, поэтому добывать сок буду вручную, выжимая овощи в обычной марле. Теперь мне понадобится кастрюлька с водой. Воды надо очень мало, всего 90 миллилитров, видите. Сюда я добавляю морковку, из которой я уже выжала сок. И к морковке добавляю 3 листа нори. По рецепту подходит еще сухая морская капуста, но если честно, найти в магазине нори намного легче оказалось. Ставим на плиту и оставляем закипать. И после эта субстанция должна еще прокипеть минут 5. Теперь все это остужаем и процеживаем. Вливаю мои выжатые овощные соки и добавляю желатин. Чуть подогреваю, солю. Ну, вроде все. Будущая икра остывает, а я, похоже, вошла в раш. Кулинарный. Итак, проведу еще один эксперимент. Попробую приготовить настоящую, ну, настоящую икру ментая. Для этого мне понадобится рассол селедки. Добавляем воды в стаканчик. И сюда же добавляем 3 столовых ложки томатной пасты. Оно должно закипеть, и тогда еще засыпаем полстакана манной крупы. Запашочек, конечно, еще тот. Итак, пока это варево стынет, а у меня по плану финальный этап приготовления красной икры. Вы помните, как мы это делали с поваром? Нужен обыкновенный шприц и охлажденное подсолнечное масло. Надо очень аккуратненько, чтобы капли были маленькими. И нужно вводить шприц по поверхности всего масла, чтобы у нас не получалась одна огромная икринка. Ну, я не профессионал, первый раз делаю. У меня, конечно, не вся икра с первого раза получилась. Часть, вот видно, смешалась. Ну, к сожалению, верхний слой, там видно даже пузырьки, мне удалось достать. Результат второго эксперимента, конечно, оставляет желать лучшего. Наша манка слегка пошла комочками, да и цвет она такого, в общем, ну, приблизительно, конечно, икра минтая. Но, оказывается, супераппетитную икру можно сделать и вообще без овощей. Ее, по словам шеф-повара, не только на вид, но и на вкус от покупной не различишь. Все, что нужно – рыбный бульон. А бульон рыбный из какой рыбы обычно? Ну, лучше, если мы используем лососевую, естественно, лососевая рыба. Ингредиенты простые. Кусочек филешки для бульона, потом из нее еще и салатик получится, соль, специи. Нужный цвет можно получить с помощью обыкновенных пищевых красителей, не опасных. Мы должны добиться вот такого вот желтовато-оранжевого цвета. Чтобы добиться нужного оттенка бульона, мы добавили немножко агар-агара. Слово странное, но это почти то же, что и желатин, только сильнее. Это вегетарианский желирующий морепродукт. Его легко купить в интернете и в магазинах со всякими специями и пряностями. 25 грамм обойдется в 39 гривен, но понадобится его совсем чуть-чуть. Еще водором улечка. И теперь нам это дело надо довести до 80 градусов. Кипятить не нужно. Чуть нагреть, чтобы загустело, процедить и остудить. Потом начинается самое интересное. Я в шоке. Вы не поверите, но таким же способом делают икру, которую мы покупаем в супермаркетах. 100 грамм нашей икорки обошлось примерно в 20 гривен. А магазин на непонятного происхождения продается как минимум за 70. Это у нас такой домашний вариант, да? А на заводах? На заводах стоит большая установка, там где таких вот шприцов пару сотен. И туда заливается или сидит 50 китайцев с 50 шприцами. Итак, бульон со шприца выкапываем в охлажденное масло. Теперь самое главное, я знаю, какая рыба несет дешевую икру. У вас быстрее получается. Признайтесь, вы делаете тайком. Икру. Честно, красную вот такую делаю первый раз. Специально для вашей программы. Каких-то полчаса и к новогоднему столу готова икра. Как в баночке, честное слово. Обалдеть. Вот так вот внешне я бы никогда не отличилась, если бы увидела в банке. Я бы подумала, икра красивая, симпатичная, надо брать. Оказывается, в крутых ресторанах делают икру даже из манго, маракуй и простой сметаны. В общем, из чего захотят. Это как декорации, как нотки, такие вкусовые нотки к добавлению каким-то салатом. Это из красного вина. Принцип точно такой. А вот это как раз к новогоднему столу отлично. Вот это очень интересно, кстати, попробуйте. Вот, ну, то есть красное вино, да, но несколько... Пахнет вином. Несколько в другом... Оно сухое или полусладкое? Сухое. Хорошо. Несколько в другом, в другой форме. На вкус чистое вино. Да, такой икрой можно удивить любых гостей. А я, наконец, принимаюсь дегустировать свои кулинарные, надеюсь, шедевры. Всего у меня семь, так сказать, сортов. Четыре вида самодельной и три покупной икры. Проведу эксперимент. Различат ли киевляне, где домашний, а где магазинный вариант? Отличайте, где настоящая, а где нет. Удивительно, но мою самодельную икру принимают за настоящую. Вот это настоящая, а вот это. Вот это, вот это и вот это, вам кажется, настоящая, да? Да, кажется. Да, это похоже на настоящую. И вот это тоже. Не очень качественная, но похоже на настоящую. Даже дети мою икорку заценили. Детям нравится это главное. Видите, на самом деле икру можно приготовить в домашних условиях. Как вам такая идея? Замечательная идея. Может быть, поделитесь рецептом? Легко. Как видите, икры можно наварганить на любой вкус и цвет. Притом вкусной и дешевой.